Отлично получилось. Добрый день всем. Я попытаюсь расширить поднятый ранее трак о эффективности использования AI в реальном бизнесе и внесу небольшие расширения в доклады наших коллег, потому что я буду говорить не о стартапах. Я буду говорить о проблеме AI в достаточно стабильном, успешной компании до этого и зачем ей это надо, зачем она это взяла, что она хочет от этого получить и что получилось у нее в итоге или получается. Зовут меня Дмитрий Федюков, как сказали. Позиция у меня Head of Data Science. И я вначале небольшие определения терминов буду вносить, чтобы вы понимали, что такое я подразумеваю под тем или иным термином. То есть Head of Data Science в нашем понимании и то, как мы используем, это ответственно за стратегию исследований и влияние на развитие продуктовой линейки с опциями, которые дает текущее технологическое развитие рынка и фреймворков, и техник, технологий. Плюс к этому это формирование команды и формирование достаточно стабильной практики доставки того, что мы делаем, алгоритмы, наоборот, для работающих сервисов. Это первое предусловие. Второе предусловие. Я хотел рассказать о каком AI я буду говорить. Я прошу вас четко разделять. Есть что-то великое в империях. Это research institute lab AI, который идет там. Задача у них сделать мир лучше, сгенерировать прекрасные гипотезы, возможно, повлиять на какие-то методы, методики, выполнить эффективно research программу. Я буду говорить не об этом. Больше я буду говорить о AI, в контексте того, как мы используем. Это для продуктовой компании, там, где для нас самое главное выход вовремя на рынок, дать какую-то возможность компании и ее клиентам для охвата рынка, увеличения охвата рынка или генерации большей прибыли. Ну и инструментом, скажем так, средством выражения для… в этом случае будет являться этот доставленный рабочий сервис и качественный управляемый код, который это обеспечивает, не исследовательские отчеты. Это тоже достаточно важно. Ну, если немножко о компании, то есть что было? Вот два года назад компания была достаточно стабильная, известная, работала в своем сегменте рынка, у нее достаточно большое количество клиентов, она известный игрок на рынке поставщика продуктов для тех, кто хочет торговать вероятностями, то есть это спортивная статистика, спортсбукинг. Вот. Достаточно известный бренд в этом рынке, она известная, уважаемая, покупаемая, оборот есть. И, казалось бы, ну вот все, зачем дальше? Ну, было два человека, которые мечтали, то есть были мечтатели. И сразу первый вывод из всего, вот плюс такой, что один из этих мечтателей был основным инвестором этой компании. То есть это тоже является опцией, то есть почему это начинает работать. Они вот мечтали о том, что, возможно, новые возможности, которые генерирует рынок, наверное, тот хайп, который есть, та индустрия прокачки этого хайпа, которая вокруг этого построена, она каким-то образом даст им возможность увеличить свое присутствие на рынок, сделать их бренд более привлекательным. Потом было два года. Вот я как раз сегодня попытаюсь рассказать вот об этом периоде, даже, наверное, так, о тех уроках, которые были в эти два года, в этом периоде, что мы вынесли и что работает или не работает. Сейчас, через два года, в принципе, ну, можно было здесь закончить презентацию, такая короткая версия, что да, все работает, супер. У нас есть линейка где-то там 5-7 продуктов, которые, можно сказать, что они используют AI-технологии. Они работают, они помогают охватить компании рынок, они охватывают различные направления и аспекты. Это в основном все, что связано с риск-менеджментом. Это антифрод, это оценка и анализ подделанных документов. Другой рынок – это Sportech. Это экстракция семантики игровой из видео, оценка тактического анализа, поведенческого анализа игроков. Ну, соответственно, улучшение вероятностных прогнозных моделей вокруг этого. Опять же, за эти два года у компании есть, у нее построились проекты, которые работают и в реал-тайме. То есть под реал-таймом подразумеваю это EGI, это у нас есть устройство Embedded и алгоритмы там. Это и есть анализ в стримах, компьютер-вижн. Ну, в общем, всего много, все работает. Все супер. В принципе, могу сразу сказать, буст есть. Но этот буст прошел через определенные уроки. То есть мы что-то ломали и что-то пытались понять и как-то себя подстраивать. Что было за это время, что мы выяснили. Ну, во-первых, первое. Если вы строите команду, которая хочет построить и забустить именно с использованием новых технологий, вся эта команда четко должна понимать домен. Под доменом понимаются практически все рамки ограничения. Кстати, я практически очень часто буду в сегодняшнем докладе употреблять слово работа с ограничением и с лимитами, потому что это предопределяющее. Мы не делаем что-то in general. Потому что, к сожалению, мы или к радости мы не Google и не Uber. Мы делаем что-то конкретное, которое доставляется реальными ресурсами на маркет, на рынок и дает буст для нашей компании. Поэтому мы четко должны понимать, что такое домен, чем он определяется, какой он есть. И вся команда, не только команда, но и туда, когда она интегрирована. То есть другие команды, которые работают с legacy кодом, они тоже должны понимать, что это такое. Второе определение – это понятие оптимального алгоритма. Это несколько расширяет понятие эффективного алгоритма кнута, который он вводил, о том, что все можно сделать с помощью ручки и бумаги. И в нашей ситуации это, да, мы должны понимать, что мы опять-таки работаем в ограничениях. И эти ограничения будут определять достаточно большое влияние на то, что мы делаем и как это мы делаем. Поэтому всегда, вот как коллеги уже говорили, всегда стартуйте с понятной, простой интерпретируемой модели. Вы всегда должны понимать ее, что она делает, зачем и как. И даже не для того, чтобы объяснить клиенту, а даже для того, чтобы понять, как построить цикл доставки ее на продакшн. Как она будет работать, на что она будет влиять и как она будет оказывать влияние на другие компоненты экосистемы. Потому что мы все, что мы делаем, все равно живет в многообразии legacy кода. И нам надо аккуратненько вот так вот на работающем организме вставить какие-то бустеры для того, чтобы это работало более эффективно. Поэтому однозначно всегда смотрите те ограничения, которые оказывают именно ваш домен, существующий legacy код и люди, которые его делают, это очень немаловажно, на то, что вы делаете и как вы это делаете. Ну и с чего всегда все начинаем? Мы начинаем с данных. Честно говоря, абсолютно качество ваших моделей всегда и только всегда будет зависеть от качества данных, которые есть, на которых вы поставили эти модели. Если вы в момент, когда вы решили сделать что-то, не знаете, где взять данные, насколько они качественные будут и как вы будете управлять этим процессом, совет такой, не заходите в этот проект, отложите его на потом. Возможно, сделаете короткий исследовательский цикл, положите рядом с ним, скажите, что вот когда я буду это понимать, я тогда зайду в этот проект. Ну и плюс к этому тоже понимаете, что данных, которых вы думаете, как правило, их всегда недостаточно. Ну в нашем примере, опять-таки не то, что недостаточно, любые данные могут быть бустером для ваших же алгоритмов. А вот, к примеру, простой пример в нашем проекте по экстракции игровой семантики с видео. То есть, казалось бы, данными является видеопоток и все. И вот начинаем, делаем алгоритм, пытаемся понять, то есть там классический компьютер вижн, выбираем, делаем, смотрим, детектив объект и все. Но мы упираемся в некоторые ограничения, особенно когда мы хотим индивидуально трекать игроков, что не хватает данных вот с одного захвата, с одного кадра и надо что-то. И если ты не знаешь домен и не знаешь, что есть еще дополнительные данные, которые точно так же где-то живут в мире, ты можешь их использовать, ты получаешь очень усложненный цикл разработки моделей. Как только ты понимаешь, где эти дополнительные данные лежат и что они такое, их природу, у тебя получается прекрасный буст твоих моделей, ты решаешь, казалось бы, нерешаемые задачи. Это то, что касается данных. Это вот как раз пример, то есть на одном из наших проектов, то есть мы когда занимаемся семантикой, мы были озабочены сами сделать для себя массив данных. То есть мы выезжали на стадионы с оборудованием с нашим, снимали видео, писали. Да, у нас еще ко всему прочему мы озаботились и сделали инструментарий, который позволяет нам менеджить и делать какой-то автолейблинг этих данных. Опять же таки нет необходимости иногда, то есть есть они существующие, их тоже можно брать и использовать. В нашем случае просто не все инструменты подходили нам и мы вынуждены были заимпровить некоторые для того, чтобы получить для себя более-менее большой и нужный массив нам лейбленных данных. То же самое, к примеру, если мы говорим о проекте в нашем случае работы с подделками цифровых изображений, то мы откладывали проект до того момента, пока мы не поняли и не узнали практически, где и как мы получим массив данных, который будет годен для того, чтобы мы начали работать с ним. Ну, как мы видим, у нас большое количество данных формируется и очень большая ошибка, если вы не начинаете, не стартуете решение проблемы управления данными сразу. А вот говорите, окей, я это сделаю потом, вот через какое-то время я там дальше буду управлять данными, все будет супер. Не работает. То есть вы сразу теряете контроль на управлении проектом или же вы, может быть, не контроль, то есть может быть это у вас и будет работать, но энергия, которую вы потратите для того, чтобы это сопровождать, она будет колоссальной и непродуктивной. То есть, а как мы помним, мы все боремся за оптимальность. Наша основная задача сделать это все оптимально. Оптимально доставить, короткий срок, не перегрузиться по бюджетам. Поэтому, пожалуйста, всегда задумайтесь и всегда используйтесь. Ну, в нашем случае это вот классическая связка, которую мы построили, сделали, она работала с самого начала. Да, мы вложились в нее изначально. Ну, плюс еще какой-то свои, вот здесь я написал, это экстра метадата. То есть мы еще свои экстра данные туда добавляем для того, чтобы прикольно и классно работать с этим датасетом и с моделями. В принципе, команда достаточно большая. Для нас нет проблемы. Мы четко знаем, что те или иные эксперименты, которые проводятся, проводятся на релевантных моделях, с релевантными данными, которые экстрагированы теми же инструментами. То есть у нас среда ожидаемая. Мы не вносим туда никакого шума дополнительного. Дальше данные у нас есть. Мы разобрались. Они классные, мы управляем ими. Следующий продукт. И вот здесь вот когда… Ну, здесь я немножко о продукте не в бизнес-терминах буду говорить, о продукте как неком технологической сущности, которая доставляется, которая сопровождается. И вот как говорили коллеги, абсолютно верно, что статики нет. Вы всегда работаете абсолютно в динамичных условиях, в динамичных ограничениях. Вы должны быть готовы к их изменениям. Поэтому, ну, во-первых, вы это должны четко понимать. И это должна быть полная концепция того, как вы строите систему для доставки ваших моделей, вашего продукта на фронт. Не бойтесь начинать с простых моделей. То есть на простых моделях в любом секторе можно достичь нормального результата, нормального буста, который может быть для вас хотя бы выступит той основой, от которой вы скажете, да, вот так можно очень просто и быстро, а теперь давайте я буду это улучшать, увеличивать и вкладывать ресурс для того, чтобы заимпровить ту или иную метрику. И вот здесь еще самое главное, вы действительно должны для себя простроить те метрики, которые будут показательны. И самое главное, они должны быть количественными для того, чтобы понять, вы улучшаете или ухудшаете. Ну и в нашем случае, как показывает практика, что вы всегда строите фреймворк, управляемый pipeline. Вот фреймворком я здесь подразумеваю, то есть вы не строите очередной там Keras или TensorFlow, вот или PyTorch, вы строите фреймворк, который построен для того, чтобы эффективно доставлять ваши модели, работать с вашими данными и реагировать на изменения тех гипотез, которых вы вносите и хотите их проверить и отыграть. Вот пример одного из, я буду очень часто опираться именно на видеосемантик продукт, потому что он достаточно большой и был таким челленджи был для всех остальных проектов. Он цянул все проекты вперед именно в компании. Вот примерный pipeline. Как здесь видите, что вот здесь на самом деле модели везде. Модели, сетки везде. Он достаточно большой, распределенный, а в текущей ситуации, в текущей реализации он еще распределен по разным типам устройств. То есть часть находится на Xaviera, часть находится где-то в клауде, на каких-то там серверах и так далее. И понятно, что это не один человек с ним работает. И любое изменение в любом блоке, оно может привести и дать какой-то эффект на всю систему целиком. И ты должен всегда знать и количественно обосновать, почему это лучше или хуже. То есть ты всегда должен знать баланс между метриками, с которыми ты работаешь для того, чтобы улучшать все-таки свою систему, а не приводить то, что любые изменения приводили к ее деградации. Я в прошлом году уже показывал это. И вот тогда я говорил, что мы начинали работать. Вот там есть такой зелененький тест-фреймворк. На сегодня он пронизывает практически всю систему, весь pipeline. Он на самом деле включает в себя не только некий набор тестов, которые четко для нас дают показательную характеристику количественную о том, как мы что внесли изменения. Там же находится еще встроенный функциональный профайлер, который четко отслеживает, где мы деградируем в производительности в этот момент времени. То есть в результате у нас любой цикл заканчивается изменением любой модели. В этом конкретном pipeline где-то до 7 или 8, 9 сейчас уже различных сеток ходит, различные другие евростические алгоритмы присутствуют. То есть любое изменение, оно завершается набором тестов. То есть тесты нужны и здесь. Они здесь работают, просто они несколько другие. Их много. Это как пример, то есть классический MIT-тест. Дальше тесты вплоть до качества выдачи видео, как оно влияет. И вот то, что там достаточно часто, то еще нет. Мы обеспечиваем и говорим, что у нас есть тест на детерминизм. И мы четко говорим с любыми изменениями. Все, что у нас работает, у нас система детерминистична. То есть мы повторяем этот результат в любом. То есть это делается почему? Потому что части у нас разнесены на одном типа устройств, на другом типа устройств. И потом нам надо слить эти изменения. То есть мы должны быть уверены в детерминистичности с того, как работает наша система с данными, которые входят в нее. Поэтому в это придется вкладываться. Ну, дальше различия тестов. Дополнение тестов. Есть еще генерации бенчмарк-профайлеров, которые тоже выдают о том, как быстро и как долго. Потому что здесь мы боремся за миллисекунды. И вот здесь я как раз хочу подойти к такому философскому слайду. То есть это цикл разработки в нашей ситуации. И он, в принципе, будет определять те требования, которые мы накладываем и на команды, которые делают. Ну, и, соответственно, то, в каком окружении мы работаем. Вот для нас очень важно, что, да, мы делаем ресерчи. У нас есть плечи, когда мы делаем ресерчи. И у нас основные источники, в которых мы находимся, так документов много, это тоже архаев и пабмет, потому что мы работаем на срезе, по сути, компьютер-вижн и медицинских обоснований, тактических профилей игры, характеристики поведенческих игроков в игре, ну и так далее. То есть там достаточно много прекрасных статей, которые, как правило, всегда без кода. Но есть алгоритм в псевдоязыках. Это тоже прикольная вещь. Вот. Поэтому ресерчи есть, но ресерчи четко обоснованы. Поставлена целевая функция, то есть что он должен дать, какой набор, за какое время он должен пройти, чем он должен, что он должен из себя породить. Соответственно, он формирует какую-то базовую площадь о возможности и невозможности реализации той или иной техники или методики в рамках существующего пайплайна, то есть в рамках технической реализации. Спайки, по сути, опять-таки мы находимся в большом объеме работы и с различным оборудованием, и с различными фреймворками. Получается, у вас всегда надо выставить наиболее оптимальную, эффективную комбинацию, что на этом оборудовании у вас Тензор РТ классно будет работать на Ксавьере, но если вы к этому готовы, но с другой стороны в девелопменте вам там лучше работать на пайторче, потому что вы тогда получаете большую управляемость. Или же там Тензор на батчах большего размера начинает давать просадку и быть гораздо дольше, то есть это неэффективно. То есть вы выведете какие-то параметры, поэтому вам придется экспериментировать со всем. Дальше после этого вот эти результаты исследований, на которых мы тратим время, но которые не являются абсолютно продуктивными, но они очерчивают с точки зрения бизнеса, но они очерчивают рамки возможностей того, где мы можем заимпровить что-то, где мы можем поиграться. Дальше они попадают в цикл разработки, интеграции, оптимизации. И у нас получается самое большое время занимает… Ну интеграция это вообще практически невозможно, особенно как ты в лего сидишь. Это головная боль, но это другое. Это те требования, которые мы выдвигаем к ребятам, которые у нас занимаются продуктованством, то есть те, которые занимаются интеграцией в легоси код, они тоже должны понимать, где они находятся и уметь нормально говорить. И мы очень много тратим на оптимизацию. Дальше я попробую разбавить немножко. Мы же все-таки хотели поговорить о бусте или хайпе, надо вносить уже здравый элемент хайпа в нашу презентацию. Оптимизация. То есть мы практически всегда занимаемся оптимизацией. То есть для нас абсолютно не важно, ну вернее как, гораздо более важнее, что алгоритм и модель работает в строго заданных условиях и именно в строго заданное время, которое нам надо. Если вы сделали классную, офигенную модель, вы взяли последний state of the art, сказали, вот она у вас работает, для этого у меня должна вот такая-то ферма, столько графических ускорителей, это не нужно. Потому что никто не будет на это тратиться, это оверлот по деньгам, по затратам, она не будет работать. Нам нужно сделать наиболее оптимальный процесс того, как это работает. Ну вот практический пример. Вот я… Сейчас классно. Элемент хайпа. Вот это вот съемка, ну это сервисная съемка с нашего турнира в Лондоне весной. Вот здесь вот мы видим, что здесь просто показано, как мы снимаем там биометрику. То есть казалось бы, альфа-пос есть, все работает, но нам не надо один FPS на 1081 карте. Мы с ним не будем работать. Мы работаем условно в реалтайме. Нас устраивало бы, ну в данной ситуации нас устроило 18 FPS. Для этого мы берем, мы залазим внутрь, ужасаемся, как это все написано исследовательски и переписываем, оптимизируем его и получаем семикратное ускорение для себя. И это процесс постоянный. И этот процесс сработает, на оптимизацию тратим мы гораздо больше. И отсюда требования к людям. То есть эти все продукты делают же люди. Они сами не делаются, к сожалению или к счастью. Правильные люди, кто-то такие. И вот то, что однозначно не работает. Не работают быстрые курсы. То есть я пошел три месяца там на курсе, я пришел офигенным знанием. Там стоит овзар, там хайп слова, йоло, там еще что-то. Там датасеты такие, ты знаю, где лежат. Кагл, знаю, что такое. Кстати, Кагл прекрасная штука, но если его рационально использовать. Но это не работает. У нас было в конторе просто два, две попытки. Мы тратили достаточно большое количество денег. Мы запустили два трека. Где-то по 30 человек это каждый год. Это были курсы, которые, в принципе, читали достаточно нормальные преподаватели. Давали все. Результат из 60 человек на сегодня в компании мы оставили. Четырех. То есть конверсия офигенно низкая. И то эти четыре, они остались после переосмысления того, кем они хотели бы стать. То есть и самое главное, что вот эти быстрые курсы, и это, кстати, вот эта боль и печаль хайпа вокруг, они что дают? Они вот это вот магическое мышление. Что там есть магия, которого дальше все делают. Это вот буквально недавно было собеседование на сеньор позицию человека, который, ну это больше бигдата. Когда я попросил его описать вообще физику процесса и выбора тех или иных технологий в решении конкретной рамочной задачи, там было связано с протоколами хранения данных, он начинает объяснять, говорю, ну объясни, почему ты этот выбираешь в данном цикле, а не этот. Он говорит, ну как это работает? Он говорит, ну вот туда же приходит, а там дальше магия, это же оно само все делает. И все, до свидания. То есть это не работает. Если ваш инженер не может рассказать, как она работает и почему она работает вот в таком окружении, ну для нас это не рабочий вариант. И любимая специализация для нас это вот в принципе data structuring алгоритм. То есть человек, который понимает структуру данных, который понимает алгоритмы. Дальше в принципе это уже супер небезнадежная позиция, супер небезнадежный уровень, с которого можно стартануть и развить его дальше в нормальной среде. И еще две вещи. То есть первое, мы должны понимать, что мы как писатель или поэт выражается в строфах, мы выражаемся в коде. И если качество того, как вы выражаетесь, оно читаемое, понятное и прекрасное, то значит это будет давать буст какому-то продукту. Если этого нет и вы делаете лишь бы что-то на отфигись, то в принципе вы получаете формат желтой прессы, который, ну в принципе кто-то читает, мы нет. Он и не работает. И если вы помните вот тот слайд, где мы говорили о большом окружении, в котором мы живем, то есть очень много-много источников, с которых мы работаем, поэтому у человека должен быть баланс автономности и умение интегрироваться. Не будем, ну ни я, ни тем лиды команд, никто не будет давать абсолютно четкую, детальную постановку на исследование. То есть он должен быть условно уметь сманеврировать в многообразии документов, которых есть, исследований, выбрать наиболее рационально, да, корректировки может быть, но он должен это уметь. Ну и соответственно точно так же он должен быть не суперзнойным индивидуалистом, он должен быть интегрироваться в команду. Дальше интеграция и сопротивление этой интеграции. Вот это характерно не внешним клиентам, потому что у нас больше мы даем продукт внутрь компании, и вы должны сразу все понимать, что AI первое это всегда, ну то есть любой, давайте так, в моем понимании я не говорю о AI, я больше говорю об автоматизации, у которой есть более гибкие и продуктивные инструменты всегда. Автоматизация это всегда дорога к операционной эффективности. Операционная эффективность всегда выражается к тем, что я уменьшаю массу людей, которые непродуктивны, и стараюсь ее уменьшить до тех индивидуальностей, которые имеют более высокие качественные индивидуальные скиллы. То есть я делаю для них автоматизацию, и это работает. Это работает, кстати, и с точки зрения разработки, и с точки зрения операционного сопровождения проекта. И вторая вещь это то, что мы умеем прощать ошибки людям, но не умеем прощать алгоритмам. То есть мы считаем, что это все что-то такое должно быть идеальное, хотя оно на самом деле не совсем идеальное. С этим надо уметь работать. Работать это можно только о том, как я говорил, у нас к нашим ПО требования, они должны уметь, они понимают, что они продают даже внутрь компании, уметь объяснить, как это будет работать, как это будет импоруить, как это будет облегчать жизнь. Ну и однозначно быть итеративными. Вот слайд с скейтбордами был прекрасен. Вот итеративность, без итеративности, причем итеративность всем. Мы же, а вот в нашем случае мы делаем не только софт, мы еще делаем хард. И там тоже надо быть итеративным. Если мы не показываем какие-то результаты, все перегорают и все такие, а это не работает. Результат. В нашем случае достаточно большая, то есть как это бизнес может использовать. И тут еще надо быть готовым, что сам по себе AI продукт, когда ты делаешь, вот когда он направлен на чем-то, ты должен, в нашем случае не столько пивотить и менять его направление, сколько показывать, какие еще дополнительные возможности может открываться. Допустим, мы стартовали экстракцию игровой семантики из видео с одной целью, но походу мы поняли, что мы можем еще открыть, допустим, digital media рынок для себя и быстро сформулировали рамки продукта, который, то есть у нас сейчас есть платформа дистрибьюции медиа контента, которую мы получаем, который предподготавливается уже для, ну то есть это не просто какие-то там 90 минут чего-то, а это там шорты, которые описывают наиболее яркие ситуации матча с какой-то агментацией в те, которые мы снимаем. Соответственно, мы их можем редистрибьютировать через свою платформу и клиенты, вернее клиенты наших клиентов это потребляют и это работает. И теперь немного хайпа надо внести. А, нет, вначале, вот это, кстати, то, что я подумал. Мы начинали вот с того маленького кусочка интеллектуальной камеры, и у нас был нацел на старых наших B2B партнеров, то есть мы хотели сделать наиболее реалтаймовый фид событий, которые могут повлиять на предиктивные модели какие-то. В результате развития мы поняли, что рынок у нас больше, у нас больше, то есть мы начали коммуницировать с большим количеством лиги, тренерские составы. Мы понимаем, что мы можем выйти, можем им предложить что-то, и у нас сформировался такой рамки продукта, где у нас есть еще семантические библиотеки, тактические модели, которые построены поверх этому. И мы даже уже засматриваемся на B2C рынок, то есть у нас есть концепт того, как мы туда будем приходить, как мы будем прямо работать, доставлять результаты наших систем к рынкам. Вот, да. И теперь я не совсем знаю свою презентацию, теперь к хайпу. Вы должны уметь использовать хайп тоже. Я не знаю, звука нет, ну, короче, Андрюша говорит, что он работает с нами. Вот, можно в интернете ролик посмотреть, мы только начали компанию вчера об этом. И что он является лицом и ментором, то есть работа с тренерами, с теми продукторами, которыми мы делаем, вот в принципе работает. И то, что я говорил, показывать итеративность, вот Андрей держит устройство, которое мы делали полгода назад. А сегодня я первый раз показываю то устройство, которое вот теперь следующее. Полгода новый hard. То есть спид камеры с возможностью трекинга и экстракции игровой семантики тоже надо уметь делать. Это делается не большим коллективом, для этого не надо огромные затраты. В принципе все. Вопросы есть ли есть? Спасибо. Привет. Давайте теперь перейдем к вопросам из чат-бота. Да. Если это вопрос, да, это буст при разумном использовании хайпа. Вы тоже должны с этим вместе работать. Почему? Почему? У нас как раз основной офис находится в Киеве. Исследовательские. И все команды, которые занимаются конкретно этим продуктом, это киев-бейст. Я ответил на этот вопрос. Я думаю, мы можем как раз об этом, потому что у меня три минуты, после доклада потом отдельно поговорить, я разделюсь. DVC, потому что DVC хороший работает, никакой сложности нету. Мы пользуем его для версионирования. Ноутбуки мы не используем вообще, это не наш путь. Вот модели, да, данные, да. Менеджмент данных. Менеджмент данных и моделей. Среду запуска модели и все мы DVC не используем. Мы используем только для управления данными. Спасибо, Дмитрий. Возможно, у кого-то есть вопросы за. Дмитро, очень информативная, я бы сказал, стратегическая презентация. Очень интересно. Деколька таких вопросов. Выходя из того, что у вас великая компания, и вы имеете много внутренних проектов. Как вы визначаете ресурсы, люди, бюджеты для этих проектов? И чи у вас были идеи сделать такой сплит-ап каких-то проектов, как у отдельной компании? На самом деле, да, у нас практически все проекти, они сплитуются, но не сплитуются в рамках бренда. То есть есть определенные особенности еще. Компания это же не только то, что она делает, это еще и то, кто ее владеет. Это влияние, оно как бы достаточно сильное всегда. И есть у владельцев, есть определенное видение того, как это будет. Но с точки зрения бренда, как раз это все сплитуется. То, что я показывал с Андреем, он презентует определенный бренд. Он не имеет ничего с прошлыми продуктами. Он занимается исключительно статистическим анализом и эффективностью спор данных и тактическим анализом. Это отдельный бренд, который бы отдельно промоутится, имеется в своей отдельной маркетинговой программе. Точно так же, что касается риск менеджмента, это тоже отдельный бренд, который сейчас готовится к отторжению, условно, в общем контексте медийной подачи компании как таковой. И вот то, что я сейчас говорю от имени компании Soft Construct, на самом деле это как раз тот зонтик, который мы за два года сформировали. Мы его создали, вот когда началась мечта, мы назывались по-другому. Ну, это имя есть, то есть это Bad Construct. И он как бы есть. А Soft Construct появился после того, когда мы за два года сгенерировали вот эту линейку продуктовую. Вот по поводу людей, по поводу людей. Я расскажу примерно так. Недавно была у меня такая конституционная встреча с очень крупной компанией, которая озабочена очень серьезным стратегическим вопросом. Мы обсуждали, как это будет. Вот я им тоже рассказал об этом проекте. Он очень большой, очень большой пол людей. Она нанимает людей. Она работает в специфическом рынке. Она обеспечивает. Мы все о ней знаем. И я говорю, ну вот, в принципе, вот так вот можно сделать это легко. Они говорят, так это, наверное, люди же не столько сук у нас получают. Я говорю, да. То есть это накладывает какие-то вещи, да. Но в принципе подготовить кадры, то есть я говорю, что у нас есть молодые кадры, которые приходят с нуля, и мы их накачиваем, создаваем окружение, это работает. Людей мы на самом деле больше находим. Инженерные интересные задачи они привлекают. То есть она должна быть инженерной и интересной. Но делаться разумно. Вот такой баланс трейдов для нас. Добрый, дякую. Давайте поблагодарим Дмитрия за интересный доклад.